Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С начала июня на дорогах Кировской области произошло полтора десятка наездов автомобилей на диких животных. В этих авариях шесть человек получили травмы. По данным ГИБДД, чаще всего лосей можно встретить на трассах в Советск, Вятские поляна и Зуевку. Как правило, звери выходят на дорогу в сумерках или ночью. Заметив животное, первое, что надо сделать, говорят инспекторы, снизить скорость вплоть до остановки. Подавать звуковой сигнал не рекомендуется. Трасса 101 В июле Госдума может принять закон, позволяющий бесплатно находиться на платной парковке в течение 10 минут. Этого времени, по мнению законотворцев, должно хватить для посадки-высадки пассажиров, выгрузки-загрузки вещей с последующим выездом за пределы стоянки. В случае одобрения инициативы она будет действовать на территории всей страны. В Москве сейчас, к примеру, на платной парковке плата не взымается первые 5 минут. Трасса 101 В конце весны в России снизилось число автоугонов. Наиболее проблемным в этом отношении городом оказался Санкт-Петербург. Данные опубликовала одна из известных страховых компаний. В качестве самых угоняемых моделей она назвала Toyota Camry и Kia Ceed. Далее идут Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio. Чаще всего машины исчезают с парковок рядом с многоквартирными домами. Трасса 101 За последние месяцы в нашей стране заметно вырос спрос на гаражи, сообщает издание «Автосреда». Многие, находясь на самоизоляции, решили прикупить такую незамысловатую недвижимость, чтобы использовать ее по назначению, либо как склад для вещей, необходимость в которых исчезла. К тому же гараж – это дополнительный источник дохода, если его сдавать. Правда, и цены на гаражи подскочили на 10-15%. Транспортный налог для машин старше 10 лет собираются снизить. Правда, только в одном регионе – Камчатском крае. Это инициатива местного губернатора. Депутаты рассмотрят ее в следующем месяце. Правда, логика тут не совсем ясна. По прошествии 10 лет машина меньше воздействует на дороги. Кстати, на Камчатке отменен транспортный налог для автомобилей, работающих на газе. В скором будущем это должно коснуться и электромобилей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания.